Дом Денег Дом Денег Дом Денег Дом Денег Девушка, находящаяся в машине, выпала из салона на асфальт и получила различные травмы. По информации, СН-24 в больницу доставлен также 27-летний мужчина, сидевший в Тойоте «Алеон». Тело хищника на грузовике увезли в Углегорск. Охотоведы уверены, что амурчанам этой зимой предстоит немало встреч с медведями. И о ситуации на дорогах. Дом Денег Возвращение в нетрезвом состоянии и отказ от медосвидетельствования автомобилистам грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. Если водитель попадется на этом нарушении во второй раз, его привлекут к уголовной ответственности, а права заберут на три года. На театральном кольце произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Fankargo и Toyota Karina. Водитель Fankargo утверждает, что он двигался по кольцу и получил удар в заднюю часть автомобиля от Karina. Водитель же Karina утверждает обратное, что они вместе двигались по кольцу со стороны улицы Театральной с КПП. Karina по внешнему кругу, а Fankargo по внутреннему. На Театральной по направлению к центру города водитель Fankargo начал выезжать с кольца с внутреннего круга и, соответственно, произошло столкновение. Никто не пострадал. Повреждения авто умеренные. На пересечении Институтская и Василенко не разъехались две Тойоты – Виш и Алион. Оба авто двигались по улице Василенко в сторону улицы Воронкова. Виш по левой полосе, а Алион по правой. Выехав на перекресток, водитель Алиона вдруг решил развернуться с правой стороны и, не пропустив Виш, ударил его в правую часть автомобиля. Повреждения авто незначительны, но их много. Люди же не пострадали. Три автомобиля собрались на пересечении улиц Игнатьевское шоссе и Дьяченко. Ниссан Тииде, Тойота Камри и Тойота Марк 2 двигались по Игнатьевскому шоссе в сторону аэропорта. Водитель Тииде остановился на запрещающий сигнал светофора. За ним притормозил водитель Камри, а вот водитель Марка не успел среагировать и въехал в Камри. Та, в свою очередь, ударила Тииду. Люди не пострадали, а у транспортных средств серьезные повреждения. И снова микрорайон. На этот раз незначительное ДТП на пересечении улиц Василенко и Институтской. Участники Тойота Фанкарго и Тойота Корона Премия. Оба автомобиля двигались по Василенко в сторону Тепличного. На перекрестке водитель Фанкарго притормозил на запрещающий сигнал светофора и получил удар в заднюю часть автомобиля от Премио. Повреждения у транспорта минимальные. А во дворе по адресу 50-летия октября 210-2 произошло ДТП с участием двух автомобилей Митсубиси. Митсубиси Паджиро Мини стоял на парковочном месте, а водитель Митсубиси Кантер сдавал задним ходом, не удержал ногу на педали тормоза и не смог остановить автомобиль в результате столкновения. Повреждения авто умеренные. А я напоминаю, что наши выпуски вы всегда сможете посмотреть на портале sn24.ru На сегодня это все. Берегите себя. Митсубиси Кантер